В здании городской администрации муниципального образования город Хасавьур 10 октября состояло совещание представителей коммунальных служб и компаний с представителями Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан под председательством первого заместителя главы администрации Кургули Кургулиева. Участие также приняли начальник управления коммунального хозяйства Арсенали Мустафаев, представитель горвод-канала Магомед Шираев, директор общества с ограниченной ответственностью Теплоснамб Найдбек Султанбеков, заместитель начальника финансового управления Раджадин Баглиев, а также представителя Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан, начальник отдела нефтегазового комплекса Саид Нурмагомедов, начальник отдела энергетики Эльмар Алиев и другие специалисты. Обсуждению подлежал вопрос задолженности коммунальных компаний города перед подставщиками энергоресурсов. Первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев отметил, что действительно коммунальные компании города находятся в тяжелом положении, которое сложилось по ряду объективных причин. Мы за два месяца летний период попросили, выделили, финноделы договорились, выделили, чтобы купить, к примеру, хлор купили за 600 чем-то годовой хлор, чтобы покупать, даже этих не было, не оставалось у нас денег. А если без хлорирования воду запустить, это инфекция. Мы сейчас в данный момент чуть-чуть выходим из ситуации. Как мы выйдем из ситуации, мы возобновим эти платежи за электроэнергию, за газ. Будем выходить из этой ситуации. С вашей помощью будем обращаться к вам с письмами. Будем дать энерго, энергосбыт, какие есть возможности совместно сообщать, вот так работает. Ежемесячно компании вынуждены тратить огромные средства на повседневный ремонт старых и ветких сетей, которые оказываются ежедневно в аварийном состоянии. Что касается службы подачи тепла, то состояние котельных некоторых из них требует немедленного ремонта, вычеркнул Кургулеев. Начальник отдела нестегазового комплекса Саид Нурмагомедов сообщил о том, что понимает все возникающие проблемы, но вместе с тем напомнил о важности проведения совместной работы служб в плане погашения задолженностей перед поставщиками услуг. Раньше хоть как-то платили, находили общий язык, приходили. Вот последняя оплата была после отключения, прокурорской разбирательности в 2014 году, в апреле месяц, и моя крупная оплата была 24 миллиона. Практически за год, получая объем электроэнергии где-то порядка на 3,5 миллиона, оплата за 9 месяцев составила миллион чемпи. Саид Нурмагомедов также отметил, что все представители компаний, поставщиков и распределителей должны совместно проложить все усилия, чтобы работа по обеспечению всеми необходимыми ресурсами населения проводилась вовремя и квалифицирована. Это, в свою очередь, требует больших затрат. По итогам собрания были даны рекомендации по совместной работе в направлении погашения задолженностей, сверки показателей, а также активации работы по сборам платежей за оказание услуги. Бурлея Цамбеева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.